Год назад в селе Путилове, что под Санкт-Петербургом, начали восстанавливать храм Тихвинской иконы Божьей Матери, построенный еще в XVIII веке. Сегодня рядом с ним появилась Временная Церковь, которую епископ Петерговский Маркел осветил в день престольного торжества. После этого в старинном храме, пока еще ожидающем своего возрождения из разрухи, прошла Божественная Литургия. Храм не умирает, даже если нет купола и креста. Церковь во имя Тихвинской иконы Божьей Матери – живое тому свидетельство. Когда вчера по прошествии нескольких часов закончили мы готовить храм, посмотрели, и была такая фраза, очень красивый настоятель, что он как живой. Вот на него смотришь и понимаешь, что несмотря на то, что 70 лет или здесь меньше, он был закрыт, вот дух молитвы из него никуда не ушел. Храм оживляет прежде всего вера людей, а потом уже, наверное, строители, потом уже всевозможные проекты. Наверное, эта служба запомнится людям, которые пришли помолиться сюда. Ныне разрушенные стены этого храма еще помнят рабочих, которые строили Петербург. Благодаря им на средства богатых путиловцев был воздвигнут самый большой в Преладожье храм во имя Тихвинской иконы Божьей Матери. Спустя десятилетия здесь снова идет служба. Восстанавливать храм решили местные жители. А когда есть желание и горячая молитва, то найдутся и средства. Поддержать инициативу, помолиться вместе с жителями села Путилова, приехали ребята из молодежной общины при Петербургском храме святителя Николая Чудотворца. Некоторые из них были здесь в прошлом году и участвовали в первой литургии под уцелевшими сводами храма. За год очень много изменилось. Вот просто были внутри горы мусора строительного, все просло там крапивой, кустами. А сейчас уже внутри видно, что прошла колоссальная работа по уборке, по внешнему состоянию. Зинаида Петровна помнит, как в детстве приходила сюда вместе с отцом на праздничные богослужения. Как в советское время сами верующие разбирали церковь. Как в ней было зернохранилище и машино-тракторная станция. Мы как школьники, бывало с потешка, с папой потихонечку сходишь в церковь. Сама церковь внутри красива была, очень красива. А после 17-го года начали рушить ее. И начинали несколько раз рушить. И никак она не поддавалась разрушению. В божественной литургии участвовал протеерей Сергий Гарклавс. В течение 60 лет сначала его духовный отец Владыка Иоанн Гарклавс, а потом и сам отец Сергий хранил в Америке Тихинскую икону Божьей Матери. Рижский архиепископ Иоанн Гарклавс вывез в США тот самый чудесный образ, который не раз спасал северо-западные рубежи нашего Отечества от захватчиков. И хранился в Успенско-Богородничном мужском монастыре, пока фашисты не похитили его оттуда. Сегодня образ вернулся в монастырь. А в храме во имя Тихвинской иконы Божьей Матери, как и прежде, звучит молитва. Небо открылось пред нами. И то, что вы теперь видите, запомните в ваших сердцах, потому что когда будет построен купол, прикроется вы не увидите. Это неописуемая картина. Пока отец Сергий хранил чудесный образ Божьей Матери, одна из жительниц села Путилова сберегла икону Пороскевы Пятницы. Женщина пришла накануне богослужения в храм, чтобы вернуть обратно икону, которая хранилась в ее семье 60 лет. Когда она передавала, то она плакала. Ее обнимают люди и говорят, что вы плачете, это же праздник. Наверное, так и должно было быть. Но она плакала, потому что, с одной стороны, очень радость, а с другой стороны, очень грустно, потому что она стала неким таким символом Божьего присутствия в их доме. После литургии у храма прошел концерт. Молодежь прихода святителя Николая Чудотворца пела песни, читала духовные стихи. Теперь поездки на богослужения в Путиловский храм станут для ребят новой традицией. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!